Друзья, снова всем привет! В этом видео мы покажем вам, как делать салат, который называется под шубой. Это классический обыкновенный рецепт. Ребята, ингредиенты регулируем на глаз. В первую очередь, это нужно подготовить лук и его замариновать. Нарезаем лучок мелкими кубиками. Теперь лучок пересыпаем в тарелку. Теперь кладем одну чайную ложку сахара. Наливаем 2 чайные ложки уксуса и заливаем лук кипятком, чтобы вода его покрыла полностью. Все, за лук забываем, отставляем его в сторонку и начинаем заниматься ингредиентами. Первый слой салата у нас идет картофельный, поэтому натираем картошечку на крупной терке. Теперь картошечку немножечко присолить нужно. Теперь добавим немножечко черного перца. Ребята, такая заметочка, наши слои все регулируем на глаз. Вот посмотрите, мы отварили картофель, значит мы сюда сейчас в мисочку сделаем салатик и вот в такую красивую салатницу. И все это делается на глаз. То есть, немного картофеля, немного свеколочки, немного селедочки, все в общем на глазок. Теперь следующим слоем у нас будет маринованный лучок. Выкладываем его сверху картофеля. Как вы видели, слой лука небольшой, то есть все на глаз, ребята. Теперь займемся селедкой. В нашем случае мы купили целую селедку и отделили кости. А вы можете купить филе, чтобы не заморачиваться. Филе без костей, поэтому процесс будет намного быстрее. Селедочку нам нужно порезать кубиками. Если в процессе нарезки вы обнаружили косточки, то конечно же их убираем. Следующий слой после лука это селедка. Теперь натираем на крупной терке яйцо. И выравниваем слой. Теперь добавим немножечко соли. Теперь сделаем небольшую майонезную сетку. Теперь натираем морковку на крупной терке. Выравниваем этот слой. Теперь еще разочек нальем майонез. Теперь делаем последний верхний слой из свеклы. Натираем ее на крупной терке. И вот смотрим, видите, свеколочка не до конца накрыла всю нашу шубу. Поэтому приняли решение еще чуть-чуть дотереть. Таким способом вы поступаете. Смотрите на глазок. Если видите, что чего-то не хватает, да, чего-то маловато, то лучше добавьте. Чтобы по сто раз не отваривать, вы просто с запасом отварите. И все. Я думаю, если картошечка останется или свеколка, это все можно съесть. Теперь наливаем майонез на наш верхний слой. Желательно побольше. И это все нужно будет размазать. Майонез размазываем. И получаем вот такую вот красоту. Перед подачей на стол вы можете сверху насыпать зеленый лучок. А на этом все, ребята. Салатик готов. Теперь его нужно поставить в холодильник на пару часиков, чтобы он напитался, чтобы майонез прошел через все слои, и наш салат получился не сухой, а вкусный. Друзья, ну все, салатик готов. Так, сейчас посмотрим на наши слои. Вот они, слои все. Картошечка. Морковочка. Ну, в общем, все, что сделали. Ничего нового нет. Давайте пробовать. Ребята, заканчайтесь. Всех с наступающим праздником. Желаю всем крепкого здоровья. Подписывайтесь на канал. И готовьте шубу по нашему рецепту. Всем до новых встреч. Пока-пока.